Матрос Что там про алкоголь? Не употребляем Хорошо Ты что, я по дороге уже прикладывалась? В туалет вышла, на дерево Ребята, если веточки торчат, если там арматуры, если там туп... Ой, смотри, сейчас не тянет, ой, клюет, клюет Ой, клюется Ладно, дайте отдай мой штатив Всем добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Как у вас тут дела? Здрачно Привет, напарничек А что у тебя уши голодные? Потому что я шапку забыл У тебя есть курка на постой? У меня все есть Что такое? А ты здесь, что ли? Смотри, есть ли место сняла, Маш? Спасибо Блин Я буду работать, Маш Я не шутила Блин, капец Я надеюсь, это не трусы С подогревом Здорово, банда Здорово, Юлис Здорово, Юлис Не вижу Все меня слепят, блин, фонарями тут Бам! Я тебе не шок Прям туда бы добила Он уже раскололся Да блин, не умничай О! Метал! Вот это только осталось А что, это тоже легче? Ничего себе А алкоголь мы не употребляем Я думаю, читают Все читали В безопасности, конечно же, все тут любят читать Еще раз, что там про алкоголь? Не употребляем Хорошо Еще раз, Петь Мы алкоголь не употребляем По технике безопасности Что она отвлекает? Ночь Ты в туалет вышла На дерево И конкусы, как известно, интересные Волосы распустились! Все, Юрий, меняйся! Ты мудочку подложишь? Кстати, секс. Маш, Маш, Маш! Я не понял, ты так в Маши или в тебя уверен? В тебе! А что у тебя на ногах? А с виду ты просто целлофановый ковбой! Сзади замыкающим отправился Пётр. У него будет ремкомплект и аптечка. Если у вас что-то случайно пошло не так на реке, что-то где-то начало сдуваться, или просто возникли какие-то проблемы, поднимите вот так весло, дайте знать, что у вас что-то не так. Есть что добавить? Да. Когда идем по реке, обращайте внимание на всякие такие рябьи. Вот поваренный деревь, там четвертка, и за ней будет такой шлейф. Вот стараемся вот эти места обходить. Максимально безопасно. Идем по гладкой, спокойной воде. Проплывем, нельзя. За два часа восемь километров проплыем? Я уже ночью два раза. Так а что вы надували, вплавить надо идти? Герму закинули. Можно было. И вперед. Я вообще не знаю, надеюсь не надо будет сдувать? Какие-то приятные хлопоты по сбору новой байдарки. Да? Ну что, не видишь? Новые. Так приятно! Прям неожиданно и приятно! Кем уже желает идти? Капитан плюс матрос. Встаньте у байдарки. Возьмите весну в руку и встаньте у байдарки. Зачем? Матрос. Сюда капитан. Держи юбку. Одевай. А вы скажите, вы Тен-Звезду взяли с собой? Мы? Где у вас с собой? Петр, Тен-Звезду взяли! Что за секс? Погнали! Я готов! Обменяемся видеокадрами. Александр. Ваше довольное лицо. Я не рулю, мне вообще пофигу. У меня есть легкая, опасеннейшая недуговая луку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова что мне за это будет что мне за это будет смотри тут блин дно ты можешь пройти пешком электричка вот в той стороне я хочу показать это не настолько же как получилось что делаем, Мария? разгружаем общественное снаряжение вот сюда куда юбку кинула Каролина но итак на бумаге вижу том я у ребят вот такая дыра короче там дерево вообще сегодня села капитан и нас вот колбасило вот все стороны саша саша он тяжелый сложно управлять вот мы сделали заплатку но на самом деле ну вот как у нас дуло да конечно я не рулю вообще пофигу у меня есть легкая последнейшая не дыбнул дыра какая была на сантиметров 15 . новую лодку новую лодку потопили врезались в дерево филигранно бортом благодаря чему отличной командной работы четкому скоординированному действию экипажа и сейчас так как она поработала там все есть можно совершенно спокойно заводиться на горячую оптимально то что надо нравится рабочие перчатки где давайте представим что они есть ищем утолщение чтобы эта труба не проваливалась у меня есть специальный хомут хотите могу продемонстрировать но идти лень а примерно сопоставимого диаметра диаметр кажется 80 чтобы если вдруг у тебя такой косяк случился ты мог как бы остановить все эти работы довязать хомут и у тебя тяга продолжилась почему потому что смотрите все печки которые устроены так что дверь и труба на одной стороне у них здесь стоит вот такая горизонтальная перегородка чтобы у тебя пламя вот так не тянуло от дров соответственно чтобы тяга происходила вот таким зигзагообразным образом вот поэтому здесь стоит перегородка как только труба проваливается она перекрывает как и как это определить сразу припрыгну когда это произошло открываешь дверь и пламя выходит наружу к тебе понимая на уже на рыбу будет льет 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 это дай мой штатив давай давай я еще помогу испугалась так нет о о Ох... Погреть! Вина тебя уносит! Погреть! Копчененькая эта зефирочка. Она должна быть карамелью такой. Самую тоненькую отверточку. И пройтись этот фазик. Это обязательно. Сейчас мы перейдем к другой сути. Тут все. Мы узнали, и все. Ух... 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 Отвали! Пятый элемент. Ух... человек доброе утро всем наш инструктор другой петр собирает печь мария соответственно уже приготовила кипяточек мы берем стаканчик и завариваем кофеек шикарно мясо греется бананы режут доброе утро сегодня я буду проводить вам инструктаж начнем с того что вы же все помните что мы заходим в байдар мы находимся на воде только застегнутым жилетом всегда иначе вы утонете Чтобы зайти в байдарку, нам нужно не шагнуть, не вот так вот, там не прыгать, не перепрыгивать, не вообще никак Нам нужно взять весло, вот так вот, ставим вот так вот Вот так вот, 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 вот так вот Садимся вот сюда и держась за два бортика, уже ножки переносим в байдарочку По байдарочке. Мы не ходим, мы не встаем, вообще никак, не переходим с места на место. Что у нас дальше? Дальше. Мы залезли в байдарку. Вот так вот. Оп. Плюс-минус вот так. И теперь у нас стоит вопрос, как же мы держим весло. Вот так вот. Вот так вот, чтобы серединочка была у нас на голове. Сеня, что вы ржете? Ты видос не знаешь, да, с этим качком? Вот так вот, вот так вот. Пошутила и хватит. Собственно, весло мы опускаем примерно под таким вот градусом, примерно в 45. И делаем вот такие вот движения. Есть вот выпирающие, вот здесь вот штучки на лопатке, а есть впирающие. И мы впирающей стороной вот этой вот проводим примерно по 45 градусов. Вот так вот, и потом вот так вот. Если же у вас весло, где одна лопасть стоит вот так, а вторая стоит перпендикулярно, у нас одна часть фиксирует, одна рука фиксирует. Вот, а во второй весло просто крутится. И вы всегда вот этой вот лопаточкой, вода, и потом вот так. Все понятно. Понято. Прекрасно. Иногда есть еще такой грибок, это уже лично вам, да, вот можно, в принципе, было меня увидеть. Байдарка идет лагом, то есть каким-то бортом, так вот, юзом, но прямо. В принципе, можно выполнить просто подтяг, можно увидеть, да, как я там подтягиваю, или можно там восьмерку сделать. И она, в принципе, просто выровняется, то есть тем самым мы подтягиваем корму, это вот гребля касается капитана, в частности. Зажимаешь лопасть руками, вторую крепко держишь, да, видишь, как бы, насколько можно мощно ее просто зажимаешь. Как только ты провернула, если оно провернулось, ты, скорее всего, же, каким-то поворотами дальше его вытащишь. Все. да а Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok